И снова всем привет на канале Олег Нестеров в Брест! Как бы давно уже не было у нас уроков никакие, да? Ну и дядя Олежа никак не может приступить к этой аудистой, блин! Сегодня как бы должны были привезти шпаклевку, но ее не привезли, так что шпаклевать, наверное, не получится. Но кое-что мы, что-нибудь поделаем или дядя Олежа что-нибудь расскажет. Еще не знаю, какую тему выберу. Ну а с утра, как всегда, анекдот! Нос у меня немножко красный, да? Немножко морозно, но солнышко, как бы погода располагает к хорошему настроению. Анекдот такой. Новый класс, новая учительница, знакомятся. Ну и учительница первого попавшегося говорит. Ну, мальчик, как тебя зовут? Петя! Ну, молодец, Петя! А где у тебя папа работает? На мясокомбинате, директором. Ну, Петя, хорошо. Садись, Петя, вот на первую парточку, около меня. Садись, дорогой. Ну, а тебя как мальчик звать? Федя! Федя, молодец, Федя! А у тебя папа где работает? У меня на ликероводочном заводе, тоже директором. Ой, хорошо, Петя. Садись, Федечка, садись. Вот здесь, передо мной, на первую парточку. Молодец. Ну, а тебя, мальчик, как там звать? Иванушка! Ой, Иванушка, Иванушка. А где папа-то у тебя работает, Иванушка? Нет, где у тебя папа-то вообще? ФСБ! Так, Иванушка, ну-ка иди сюда. Так, вы двое пересели на вторую парту. Садись, Иванушка, дорогой. А кем у тебя там папа работает? Не знаю. Его вчера только забрали. Такой анекдот! Ну, на самом деле, хотелось бы сегодня, так вот решил, тему нашел, да? Очень много, очень часто меня спрашивают про рубанок, как им работать, какие они бывают. В прошлой передаче, уроке, да, я рассказывал, что есть эластичные, есть неэластичные рубанки. Эластичный рубанок, это вот, который гнется. Видите? То есть, рубанок принимает свою форму. Форму, вернее, той детали, которую он трет. Сам рубанок состоит из пластика. Ну, может быть, и другой какой-то материал, да? И на пластик наклеена вот такая вот платформа. Многие ищут и не могут в городе, вот вчера мне писал человек, говорит, в 120 километрах в области не могу найти такой рубанок. Ну, в принципе, в принципе, вы можете подойти, либо, либо вот такую пластмассу найти, да? Оргстекло, там, допустим. Прибомбить на него ручки. Ну, толстое оргстекло. Либо вы можете вот эту вот часть сделать из, ну, допустим, из дерева. И вместо вот этой платформы, вот эта вот платформа, да, она идет жестко. Она похожа на подошву, на твердую подошву. Она жесткая. Вы можете вот такую штуку, вырезы, спросить просто у вас в городе обувь, обувь, кто делает, обувщиков, да? Спросить, где можно купить профилактику на подошву. Профилактика, это вот такой же толщины идет. Вот видите, она идет такой же толщины. И по своим качествам она практически такая же. Вы, то есть, ее можете приклеить на досточку, клеем, да? И потом на, допустим, на стекле, ну, на ровной поверхности, на стекле вот так вот притереть на 80-ке, то есть, выровнять, если там какие-то пупырышки или что-то, выровнять. То есть, горк стекло вам позволит гнуться, да? Рубанку. И, то есть, вы можете тереть. Если на деревяшку вы сделаете, то рубанок будет не эластичный, а твердый. Такой рубанок для ровных панелей нужен будет. А если на оргстекло, допустим, то такой рубанок у вас потом может гнуться. Вы можете вырезать оргстекло в такую пластину, и вместо вот этих ручек, да, тоже с того же оргстекла нарезал квадратиков, и там сделал 3-4 ступеньки, за которые вы потом схватитесь. И тоже так же их приклеить. Дехлоританом там или суперклеем, клеится хорошо оргстекло. Ну и... Почему я пользуюсь этими рубанками? Можете посмотреть. В прошлой передаче мне нравится, что они идут с зацепами. Это одно, да? То есть вы тоже там зацепы-то замастырить, это недолго. Гвоздики какие-нибудь или еще что-то. Ммм... Те же прищепки. Прилепил на прищепках. И... Получается, вот мы склепим, то есть у нас мы можем брать вот обычную ленту вот эту, да? Пополам ее порвал. И она как раз на две полосочки. То есть вот, мы отделим. Шкурка у нас никуда не девается. То есть форму она принимает. Ну и сейчас покажу, как затирать рубанку. То есть рубанком можно тоже как бы... Ну, тут я начал затирать. Рубанок должен лежать по всей плоскости, да? Вот, вдоль плоскости. Либо относительно этой ровной части, либо вот так, относительно этой части. Вот так рубанок держать. И вот так. Не стоит. То есть, если вы держите так, и мы уже трем крестовыми движениями. Вот так вот. То есть, относительно оси рубанок у нас не меняет поворота. Смотрите внимательно. И в другую сторону пошел. Относительно оси рубанок у нас стоит ровно, да? Ну и тут уже смотрите. Если вы так вот хотите, без разницы, можете и так. Но тогда относительно этой мы тоже рубанок не крутим. делаем крестовые движения. И вытираем вот так вот. Можете так, можете так. И смотрите, как вам удобно. то есть, находите положение, как вам удобно тереть. И вытираете. Ну, это можно быстрее. В принципе, ничего сложного нет. Ну, главное, не торопимся. потихонечку трём. Постепенно плоскость у вас будет выравниваться. То есть, будет натираться и ровная площадка вытираться. Торопиться тут не стоит. То есть, эта работа не так быстро происходит. То есть, потерли так, потом можете вот так поменять, тоже потереть. И только когда у вас уже поверхность выровнена, вы видите, да? Вы можете немножко пройтись контрольно-круговыми движениями. Как видно, вот если бы у нас был прямой, да, рубанок, он вытер только прямую плоскость. Но чем хорош гибкий рубанок? Вот. Мы его загибаем, и он полностью облегает нашу форму, которая нам нужна. Даже если мы будем тереть вот так, мы всё равно вытянем нужную плоскость. На рубанок я уже показывал несколько уроков, и как им работать, да. Ну, это как бы тема была не особо про рубанок. И вопросы задают очень часто про рубанок. И не могут найти, и как его сделать. Ну, как бы идею я подал. Если у кого-то есть ещё идеи, как можно сделать рубанок, кто-то может делал. Да, можно просто из транспортерной ленты сделать из толстой, сантиметровой. Тоже пойдёт. У кого-то есть идеи, тоже, может быть, подсказывайте. Сам-то рубанок недорогой, но бывает их просто нет. Ну, на сегодня я, как бы, наверное, закончу. Как бы много говорить не буду. Да, ещё вот такой вопросик был. Человек спрашивал, бывает ли антигравий в баллонах, да? Да, антигравий бывает, бывает он разный. Вот такого плана бывает, да? Это вот, что мы в бараночный пистолет заливаем. Но на таком антигравии получается очень мелкозерно. То есть, шубы красивой там не будет. Чтобы была шуба красивая, это нужно брать всё-таки... не знаю, где-то что-то нету банки, всё-таки брать побольше. Вот в литровых, в двухлитровых банках продаётся. Банка под пистолет. То есть, вы подсоединяете к пистолету воздух и накладываете баранок. На баранке, на крышечке написано один, два, три, четыре. Это зернистость идёт. Есть зернистость побольше, есть зернистость поменьше. То есть, на вас, ваш вкус и цвет. Баранок есть белого, чёрного и серого цвета. То есть, ну, желательно поближе к своему цвету берите баранок, вот и всё. Ещё спрашивают, можно ли... нужно ли под баранок... замотовывать. Да, под баранок нужно замотовывать. То есть, под баранком должно у вас быть всё вычищено и приготовлено. То есть, ржавчина очищена. Все те же самые, что и перед краской действия. Баранок сам по себе, он ржавчину не удаляет. Он просто закрывает подготовленный слой, у вас защищённый, закрывает от камушков, чтобы камушками не било этот защищённый слой. Вот и всё его деятельность. Баранок лучше, конечно, закрашивать. Либо закрашивать, либо лаком покрывать, либо чёрной матовой краской, там, ну, не важно. Но чем-то прикрывать его надо, потому что солнечные лучи на него пагубно действуют. И это одно солнечные лучи. Он очень плохо моется. То есть, если вы наложите баранок, он имеет такую структуру, да, то есть, его надо губочкой постоянно вымывать. А грязь на него так прилипает, что, ну, он у вас чистым никогда не будет. То есть, а если вы его закрасите, вы легко его отмоете, и всё будет нормально. Днище баранком. То есть, я не советую покрывать. Всё-таки он идёт вот от этих камушков, да, днище лучше, и он... На днище вы его не будете закрашивать, да, а это значит, что он у вас потрескается скоро очень. То есть, днище лучше обрабатывать мастикой. Ну, я вот бекором обрабатываю, кто чем. Мастики желательно на каучуковых основах. Ну, вот вроде немножко информации отдал. Всё равно, думаю, урок чем-то будет полезен. То есть, это про рубанок, это уже очень назревшая тема. Постоянно меня спрашивают про это. Про баранок меня тоже постоянно спрашивают. Ну, надеюсь, ответил. В комментариях можете давать советы, кто какой рубанок себе забомбил, если не купил. Ну, и на пасашок анекдот. Как бы, я думаю, что хоть что-то. Ну, сегодня рассказал какую-то полезную информацию, да. Как бы, времени сегодня нету, тут и дела по дому. И на пасашок, как всегда. Анекдот! Не так! Анекдот! Ну, анекдот такой, тоже старенький, правда. Судя от мужичка, судя, значит, сбил человека там, ну, не знаю, авария, короче, полтора года ему корячится. Дарья, полтора года. Он, говорит, к суде подходит, говорит, ну, блин, товарищ судя, ну, как же я там на зоне, блин, я вообще такой человек, что, не знаю, меня же там все бить будут, изнасилуют. Вообще, я боюсь туда, не знаю, что делать, не знаю. Ладно, говорит, не бзди. Давай, я тебе статью переделаю, все будет гуд. Вот тебе статью, иди, все, короче. Тут, короче, заходит на зону, все такое, знаешь. Ну, а там сарафан на это радио быстро работает, почта уже пришла, уже все знают, за что попал, да. Все его сторонятся, короче, никто не подходит, все шугаются, думают, блин, что за такое, не пойму, да. Ну, так одиночкой, короче. И отчалился этот год, короче, по УДО его освободили там раньше, да. Ну, короче, блин, думают, да что же у меня там за статья-то такая просто интересная, да, стала. Кодекс взял, читает, статья такая-то, такая-то. За изнасилование крупнорогатого скота со смертельным исходом. Вот такой анекдот. Ну, а на сегодня все. Записывайтесь все на слет, как бы, как все знают, в папочке дневник слета вы можете посмотреть. Вот здесь я дам ссылочку, как записаться на слет. То есть, не обязательно, если вы автомобилист, можете и просто посетить Белоруссию, отдохнуть. Будет очень хорошая экскурсионная программа. Мы посетим Беловежскую пущу, музей Беловежской пущи, гуляние на Царской поляне будет, шашлык-машлык, там концертная программа. Вечер будет на базе отдыха, проживать будем на базе отдыха у озера. То есть, все это входит в цену. Питание трехразовое, база отдыха, музей спасенных ценностей посетим. Короче, будет очень интересно. Вот ссылочка. Посмотрите, пожалуйста, папку со всем дневником слета, как мы собираемся, как мы что делаем. Люди едут и на машинах, люди будут и на поездах, всех будут встречать. Передвижение все будет. На комфортабельных туристических автобусах почитайте папочку вот дневник слета, посмотрите все, что там все рассказано, как бы все ясно. Ну, а на сегодня я с вами прощаюсь. Всем добра и бабла. Правильно.